Сегодня в городской администрации чествовали Тамилу Борисовну Суворову. Председатель городского совета ветеранов отметила 80-летний юбилей. Эту цифру сложно связать с именинницей, ведь ее активности, целеустремленности и жизнелюбию может позавидовать любой молодой. Об этом сегодня говорили все гости ее торжества. О всеобщей любимице, женщине-легенде, человеке большой души и горячего сердца репортаж Ирины Волокитиной. Вся ее жизнь проходит на виду у города и горожан. Тамилу Суворову не обошли ни награды, ни почести, ни уважения и признания окружающих. Сегодня большой зал администрации едва вместил всех желающих поздравить ее с юбилеем. Не верится, говорили друзья и коллеги, что 80 – реальная цифра. Для всех, кто знаком с именинницей, она неизменный пример для подражания. Сегодня я хотел бы, познося слова поздравления, пожелать вам оставаться именно такой беспокойной, веселой, в меру озорной. Самое главное – жизнерадостно и всегда оставаться в добром здравии. Вручая цветы и поздравительный адрес глава администрации города, тепло благодарил юбиляшу за ее добросовестный труд, отзывчивость к людям и активную жизненную позицию. Ее оптимизма хватит на десятерых. Непростая судьба не ожесточила сердце. Детство Тамилы Борисовны пришлось на военное лихолетие. Будучи ребенком, она работала на военном заводе, а в свободное время пела песни раненым бойцам в соседнем госпитале, поднимая их боевой дух. «Соловушка наша» – так называли ее солдаты за приветливость и ласку. Самое яркое воспоминание – День Победы, когда вернулся с фронта отец, числившийся без вести пропавшим. Он был очень добрый в молодости, ну в детстве. Он приучал нас к труду. Работать – это то, что работали мы в войну, потом после войны. И он как-то у нас приучал все время. Ну и как-то брать он меньше, а вот меня больше. Он любил и заставлял, и всегда мне говорил, учись там, в жизни все пригодится. Она и училась, и трудилась. У нее никогда не возникало желания уйти на, без сомнения, заслуженный отдых. Последние 10 лет Тамила Борисовна возглавляет городской совет ветеранов. Это большой и кропотливый труд. Ведь к ней постоянно обращаются за помощью и люди с ограниченными возможностями, и пенсионеры, оставшиеся без поддержки близких, и ветераны войны и горячих точек. Она всем старается помочь. Как перед командиром ветеранского движения в ряд практически по стойке смирно стоят все члены штаб-квартиры социальной сферы. И мы от всей души поздравляем вас с великолепным праздником и очередной победой над жизнью. По нашему мнению, вы уникальный человек, потому что вы единственный, кто в штате администрации города отмечает такую уважительную дату. В свои 80 лет она бодра и энергична. Носит элегантные одежды, интересуется и модой, и политикой, и блистает на телеэкране. Тамила Борисовна – постоянный участник программ и прямых эфиров городского телевидения. Главный редактор с удовольствием дарила любимой героине цветы и стихи собственного сочинения. Она для всех авторитет. Мудра, вот тут сомнений нет. Активна, деятельна, деловитая и для людей всегда открыта. Ни одно мероприятие в городе не обходится без участия Тамилы Борисовны. На нее обладательницу почетного серебряного ордена общественного признания равняется современная молодежь. Об этом говорили и представители депутатского корпуса. Ваша жизнь – это яркий пример трудовой деятельности, когда занятие любимым делом ведет человека в трудовой дороге. Порядочность, неиссякаемая энергия, четкость. Так можно охарактеризовать ваш стиль работы. Тамила Борисовна от души благодарила всех, собравшуюся в зале, и бесхитрость наделилась рецептом молодости и хорошего самочувствия. Всех люблю. И всем хочется мне как-то помочь. Хочется что-то доброе сделать. А не плохое, а только доброе. И как-то я вот заряжаюсь этим сама. Мне хочется жить, и хочется, у меня все время как-то хочется, завтра вот это нужно, завтра вот это. Я тут еще думаю, ну вот это сейчас сделаю, и все, я уже у меня, все, год свободное время. И я прихожу на работу, и опять новое, новое, новое что-то. Глядя на Томилу Суворову, эталон женственности и жизнелюбия, хочется пожелать всем нам стремиться как можно больше, делать для людей добра, двигаться, мечтать, наполнять душу смыслом. Вот тогда годы над нами будут невластны. Любимее! 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 Ирина Волокитина, Максим Мячин. Программа «Время местное». Любимее!